Продолжение следует... ...восхищение и удивление. Этой красотой любовались, они слагали песни, писали картины. Но мало кто задумывался в тот момент, что у природы, как и у всего живого, есть свой внутренний мир, внутренняя красота. Увидеть ее, однако, дано не каждому, ибо она сокрыта в недрах земли, и путешествие в поисках такой красоты сопряжено со множеством опасностей, таящихся на каждом шагу. Но ни этот факт, ни даже прямая угроза жизни и здоровью не останавливают спелеологов, которые, подобно героям романа Жюля Верна, исследуют подземный мир Ассубулака, когда-то открытый человеком для удовлетворения своих амбициозных планов и идей. Несмотря на всю суровость, морозное январское утро порадовало великолепными насыщенными видами, гармонично сочетающимися с голубым небосводом и дополняющимися особым вкусом зимнего воздуха. Сегодняшняя цель – окраины небольшого горного поселка Ассубулак, уютно вписавшегося в живописные пейзажи горного массива Каракаин. Когда-то жизнь здесь кипела и бурлила, поселок был перспективным в хозяйственно-экономическом и социальном отношении. Сегодня же, при виде остатков былой жизни, замирает сердце и щемит в груди. В основной свой век здесь доживают пенсионеры, либо же те, кто еще не успел или не решился переехать на новое место жительства. Сразу за поселком начинается довольно затяжной подъем. Петля межгорных серпантинов, дорога поднимает все выше и выше, открывая потрясающие виды на горные хребты и урочища. Эта горная дорога ведет в еще один пустеющий поселок Белогорский, но о нем в другой раз. История его интересная и непростая. По сей день вокруг Белой горы, как еще иногда называют Белогорский, ходит множество тайн и загадок, тесно сплетенных с добычей редкоземельных и драгоценных металлов. Миновав извилистый серпантин, без труда узнаю едва приметный свороток с дороги. Зимой его не видно, да и летом непосвященному путешественнику будет сложно отыскать его среди множества, как две капли воды, похожих друг на друга изгибов горной дороги. Оставляю машину у обочины, дальше пешком. Едва заметные следы, припорошенные недавно выпавшим здесь снегом, указывают на то, что до меня здесь уже кто-то побывал. Быть может, такие же туристы-путешественники или местные собиратели металлолома. А может быть и вовсе те самые спелеологи, для которых здешние горы – некая туристическая мекка, скрывающая много недосказанного и удивительного. Буквально в паре сотен шагов от дороги вход в заброшенную штольню, ведущую в недра горы, а напротив – извилистая тропа, поднимающая на более высокий уровень горизонта. На улице полный штиль, даже листочек не шелохнется, а у входа в штольню сквозняк такой, что продувает насквозь за пару минут. Это значит, что где-то выше в горе есть выход для вентиляции. В теплое время года штольня подтоплена, о чем свидетельствует корка льда, подозрительно похрустывающая при каждом неосторожном шаге. Заходить далеко я не решился, срабатывает инстинкт самосохранения, отсутствие должного опыта и экипировки. Дневной свет сюда не пробивается, поэтому заглянуть немного вглубь горы удалось лишь с помощью камеры сотового телефона. Частично обрушившиеся деревянные перекрытия свода штольни говорят сами за себя, пребывание здесь сопряжено с риском и угрозой для жизни. Причем угроза эта может буквально витать в воздухе, представляя собой повышенный радиационный фон. Ведь по информации из разных источников, здесь велась добыча танталовых и бериллиевых руд. Поднимемся на сотню метров выше. Удивительно красивы здешние места, вкупе со звенящей тишиной создают они какую-то магическую атмосферу. Слышно, как в груди бьется сердце, жадно требуя глоток свежего воздуха. И еще один, и еще. А тропа тем временем поднимает выше и выше, грациозно петляя меж молодых березок. Наверняка когда-то здесь была дорога, по которой поднимались и спускались тяжелые самосвалы, перевозившие руду на комбинат. Вскоре тропа разделилась на две. Решаю пройти сначала по правой, как раз уводящей в направлении входа в сторону штольни на нижнем уровне. Внизу довольно крутой обрыв, видно извилистую тропу, по которой я поднимался, и кусочек автомобильной дороги, где я ставил машину. Божественный вид. Этот вход в штольню расположен на высоте около 800 метров. В отличие от нижнего горизонта, воды здесь нет, под ногами сухая горная порода со множеством отпечатков обуви. Все так же здесь гуляет сквозняк, вот только направление его иное. Заходить далеко я вновь не решился. Дошел до первого поворота, который уводит направо, заглянул вглубь. Кромешная темнота. Даже фонарик в телефоне ничего не смог пробить. А уж как далеко уходит этот лабиринт, одному богу известно, или, пожалуй, тем самым бесстрашным спелеологам, излазившим здесь все вдоль и поперек. Поговаривают, что эта штольня выводит к самому поселку Белогорский, до которого отсюда по прямой еще целых 10 километров. Правда это, или байки детей подземелья, сказать сложно, но судя по масштабам горных разработок в этих местах, подземные лабиринты такой протяженности вполне себе могут существовать здесь на самом деле. Вообще же интересом местной штольни пользуются не только успелеологов и любопытных путешественников, подобных мне. Местные жители давно ведут свою разработку подземных месторождений. Вот только руда у них тоже своя, особая, и называется она металлоломом. Занятие по сбору металлолома в заброшенных штольнях опасно, но и деньги можно заработать немалые. Однако с каждым годом за металлом приходится забираться все глубже и глубже. При этом ни опыта, ни соответствующего оборудования подготовки у местных собирателей металла нет. И каждое их путешествие к центру земли – это лотерея с неизвестной комбинацией и неопределенным выигрышем, которого, кстати, может и не быть. Буквально в нескольких шагах от того места, где тропа разделилась на две, едва приметно расположился еще один вход в недра гор Каракаен. Долго не мог я разобрать отлитую в бетоне надпись, украшающую вход в штольню. Лишь забравшись наверх и немного притоптав снежную шапку, удалось прочитать надпись «Штольня юбилейная». Неожиданная находка для непосвященного путешественника. Штольня эта заброшена в девяностых годах прошлого столетия. Добывали в ней в основном тантал и бериллий. Разработка велась подземным способом. Юбилейная совместно с Белогорским горно-обогатительным комбинатом была одним из основных мест работы для жителей трех поселков – Огневки, Особулака и Белогорского. Поэтому неудивительно, что после ее закрытия для местных жителей наступили тяжелые времена. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня здесь царит тишина и спокойствие, нарушаемые лишь изредка проезжающим транспортом, дотопотом копыт вольно пасущихся лошадок. Мир этот одновременно и прекрасен, и опасен. Подобно красивому яркому цветку влекут к себе путешественника здешние горы, многочисленные серпантины и заброшенные штольни, манящие в неизведанный, сказочный мир подземелья, некогда открытого человеком для удовлетворения своих амбициозных планов и идей. Но в какой-то момент все это стало ненужным или, как сейчас модно говорить, неперспективным, и 30 лет назад здесь наступила звенящая тишина. Люди стали разъезжаться в поисках заработка и лучшей жизни, не оставляя надежд о возрождении родного поселка. А пока надежды эти бесконечно воплощаются в жизнь, в красивых заголовках газеты, новостных сайтов, любители-спелеологи и местные жители, подобно героям романа Жюля Верна, продолжают исследовать подземный внутренний мир, преследуя при этом свои цели. Для одних научно-исследовательские и изыскательские, для других еще и жизненно необходимые, продиктованные суровыми реалиями этого одновременно красивого и жестокого мира. Субтитры создавал DimaTorzok